Внезапная потеря сознания, падение со стоном или криком, напряжение мускулов, пена изо рта. Эпилептический припадок всегда выглядит страшно. В разы страшнее, когда такой приступ происходит у ребёнка. Согласно имеющейся в Приморской педиатрии статистике, эпилепсией страдают ориентировочно 7 детей из 1 тысячи. У взрослых, страдающих эпилепсией в 75% случаев дебют заболевания приходится на детский или подростковый возраст. Эпилепсия – это заболевание, которое сопровождается приступами. Приступов достаточно много бывает детей. Причины самые разнообразные. То есть может развиться заболевание, передаться по наследству, это генетические формы эпилепсии. Могут развиваться приступы на фоне основного заболевания, например, перинатальное поражение нервной системы, детский церебральный параллель, туберозный склероз и другие заболевания со стороны нервной системы, которые часто как основным из симптомов проявления этого заболевания могут быть приступы. Это так называемые симптоматические приступы. Детский эпилептологический центр на базе детской краевой больницы открыли в 1998 году. В год через него проходит около двух тысяч детей. Лучше всего, говорят врачи, эпилепсию диагностировать во время сна. Специальное оборудование фиксирует малейшие отклонения в головном мозге именно когда ребенок спит. И самые тяжелые приступы, если у человека эпилепсия, происходят ночью. Но сами по себе приступы, они протекают часто с потерей сознания, выглядит это очень страшно. Дети меняют свет лица, у них может выделяться пена, может быть непроизвольное мочеиспускание. Конечно, учащается сердцебиение и так далее. И данная ситуация, конечно, если это приступ затяжной, потому что средний приступ может длиться 5-7 минут, а может быть и более 15 минут, и могут привести к необратимым исследованиям. И, конечно, это является показанием к госпитализации в стационар. В неврологическом отделении сегодня из 30 детей 12 с диагнозом эпилепсия. Их лечат противосудорожными препаратами, при тяжелых формах применяют гормонотерапию. Тяжелая форма эпилепсии может сопровождаться сотнями приступов в день с необратимыми последствиями. Сегодня в стационаре таких детей трое. У нас начались приступы в три года. Ну, все, мы поступили по скорости, да, и вот 15 лет уже наблюдаемся в этом отделении. Скажите, ну вот в чем проявляются приступы? Говорят, что тяжелая форма эпилепсии, да? Ну да. Ага. Что, как вот это? Ну, судороги, ночное время. Из-за болезни развитие сына Татьяны остановилось на трехлетнем возрасте. Вылечить полностью тяжелую форму эпилепсии невозможно. Месяц без судорог женщина считает длительной ремиссией. Из-за этого мама до сих пор вынуждена спать с ребенком. По этическим соображениям, наша съемочная группа не стала делать кадры с Алексеем. Тем более, что ребенок в это время спал. Это заболевание лечится. То есть на сегодняшний день успешно лечится. И уже в 2017 году Международная противоэпилептическая лига, она, в общем-то, приняла решение, что если в течение пяти лет ребенок, ну, также и взрослый человек, не получает противоэпилептические препараты, то диагноз можно снять. Больному эпилепсии следует избегать перегрузок, волнений в отдельных случаях, длительной инсоляции, просмотра телевизора или работы за компьютером. Успех в лечении зависит от раннего начала терапии, соблюдения ее схемы, рекомендованного образа жизни и наблюдения ребенка у эпилептолога. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.